С одной стороны, я спокойна, потому что здесь сегодня присутствуют люди, с которыми мы вместе работали. Вообще, в Назаровском районе считаю, что есть, хоть это слово говорят в последнее время, команда как-то употребима, но остались те люди, тот коллектив, будем говорить, который способен сегодня работать и выполнять задачи. То, что, конечно, где-то советовать, потому что все равно все-таки отработать в качестве главы три года и при этом сейчас находиться в законодательном собрании, конечно, где-то пытаешься вникать в проблемы, обозначать и в то же время советовать или, например, владеющей информацией о том, что решаются какие-то вопросы, запускаются какие-то программы, чтобы район был в курсе и все территории, в общем-то, сейчас очень тесно и бываю, и в Боготольском районе, и с Тюхтицами держу связь, ну и, конечно же, с Назаровским районом, с городом Назаров. — Галина Владимировна, не могу не спросить, без всяких сомнений, Ваша временная пока еще преемница справляется наверняка со своими обязанностями, хотя, наверное, тот объем работы, который вот навалился на хрупкие женские плечи, тоже огромен. А вот постоянным преемником кого Вы берете? — Ну вот дело в том, я хочу сказать, да, Наталья Юрьевна исполняет обязанности, и я считаю, что да, она справляется, потому что проблема, был бы здесь постоянный глава, была бы я, либо Наталья Юрьевна, либо кто-то еще, проблем бы от этого меньше не стало, потому что они есть постоянно, все-таки район, да, мы говорим, 60 сел и деревень, и это мы сразу понимаем, что это такое. Ну, Наталья Юрьевна очень многие и проекты вела, когда мы даже работали, да, она знает, понимает. Наталья Юрьевна в финансовых вопросах, я считаю, очень первоклассный специалист, потому что столько лет, это опыт огромный. Но и в то же время я как-то чувствую, у нас одинаковый дух, потому что в том плане, что Наталья Юрьевна тоже живет в Назаровском районе, за все переживает, за все территории, мне тоже все для нее родное, и то есть вот эти вот вопросы. То, что касается постоянного, давайте будем так говорить, будет конкурс, потому что вот в моем понимании мы так работали, я бы даже сегодня 4 человека, даже из этого здания видела бы, кто может справиться, кто-то в меньшей степени готов, кто-то в большей степени готов, есть главы сельсоветов, которые тоже работают, есть образование, есть опыт и жизненный, и опыт управления, поэтому возможность будет, когда будет объявлен конкурс, у многих принять участие, я думаю, и выбор будут делать депутаты, но они будут учитывать как раз те вот качества, о которых я говорю. А уже у вас есть понимание, кто желает поучаствовать в конкурсе? Вот Наталья Юрьевна, вы будете участвовать в конкурсе? Я не планировала участия в конкурсе. А кто-то уже знаете? Ну, конкурс не объявлялся, поэтому нет. Хотя для меня, наверное, вот это свое родное маленькое разочарование, что Наталья Юрьевна не будет, или даже большое очень, но вот это все-таки сам определяет человек, взвешивает свои возможности, силы, хотя, считаю, Наталья Юрьевна могла вполне бы участвовать и достойна очень в конкурсе. Но вы сказали, что есть 4 человека. Ну, я считаю, что... Вот уже, я так понимаю, что один из этих кандидатов... Я просто считаю, что сегодня и заместители есть достойные, есть молодые руководители отделов, которые вот настолько перспективные, потому что, ну, просто они видят уже стратегию развития района, они переосмысливают, они новые какие-то программы, да, вот видят, допустим, и они уже будут вот-вот готовы, чтобы... Я считаю, что вот, ну, много кто мог бы участвовать и кто бы достойно бы вот в конкурсе участвовал и, наверное, работал, потому что еще что важно, очень много кто работает и на территории района, я имею в виду, и здесь они, в общем-то, то, что здесь годами воспитывалось, я имею в виду, внедрялось то, что все-таки главное это люди, и работать надо ради тех людей, о которых, мы говорим, все-таки в селе жизни сложнее, чем в городе, я имею в виду, чисто вот, ну, даже в бытовом плане каких-то других вещах, и многие здесь понимают, что это люди, вот те ценности, ради которых надо работать. Это самое главное, наверное, да, есть профессиональные качества, есть, допустим, какие-то стремления, есть навыки, но вот это душевное понимание, что надо работать вот ради тех людей, которые живут, что-то не просто слова, они красивы, это на самом деле, ну, просто надо это понимать и ценить этих людей, которые живут и работают в районе. Но вы думаете, у молодых специалистов достаточный сил, знаний, опыта, чтобы оценить вот все эти качества, перечисленные вам? Ну, есть, да, люди, которые могут годами там работать, все, но этого не понимать, а есть сейчас очень много тех, я тоже считаю, молодых, которые могут это оценить и взвесить, и успешно работать. Наталья Юрьевна, к вам вопрос, не могу не спросить. Вот вы уже, мало того, что вы знали всю финансовую составляющую Назарова района, сейчас вы вникли еще глубже во все проблемы, которые существуют здесь на территории. Скажите, вот ваше решение все-таки не участвовать в конкурсе, оно окончательное или еще подобное? Окончательное. Наталья Юрьевна не хочет даже интриги создать никакой, да? Хорошо. Галина Владимировна, а у вас есть желание все-таки говорить? Ну, я не скрываю, это мое желание, но может с чем-то совпадать, не совпадать. Конечно, я считаю, Наталья Юрьевна бы могла, и здесь не надо разделять там женщины, мужчины, потому что мы сегодня видим, что мы могут доказывать, и женщины могут работать. Вот тем более вы в интервью прекрасно услышали, что Наталья Юрьевна разбирается, в общем-то, сейчас во многих вещах, да, и я говорю, и те проекты ведет, и все. Но, с другой стороны, каждый человек оценивает, во-первых, наверное, не только, да, свой уровень, свое умение, но еще какие-то и другие вещи бывают. Вот, что мы понимаем сегодня, я тут, как бы говорю, у меня такое чувство, что если добросовестно работать главой, то потом человеку, наверное, по истечении срока полномочий нужна реабилитация, потому что... И надо... Попытись не пережить, уже нужно. Вот, поэтому мы понимаем, что потому что если добросовестно относиться, сегодня, может, кто-то это не понимает, но вот наступает, вот мы даже этот год, 21-й оценивали, да, вот, сначала снежная зима, да, я помню, эти наши бесконечные сост, что вот сегодня надо снег чистить, не могут проехать, хотя сейчас, да, мы очень категоричные все стали, если мы даже какой-то час не можем, еще не прочищена дорога, вот буквально снегопад закончился там в 6 утра, в 8 мы уже даже не воспринимаем, что можно где-то быть там занос, либо еще не прочищено, это тоже есть, вот. Вот, потом вот этот, ну, ступила весна, да, и мы, это ожидание паводка, которое мы все, в общем-то, это тоже такая довольно-таки стрессовая ситуация, я говорю, вот, вспоминаю, что ты прогресс промытую дамбу, да, которую там до ночи думали, чтобы люди, да, там, и в Красной Поляне, когда мы все там жили, и не на минуту... Это работает 24 часа? Это работает, или вот когда начинается, например, да, пожароопасный период, термоточки, да, наши вот пожоги там и все прочее, и когда тебе ДДС звонит, и бывает в главе и в 2 часа, и в 3 ночи, говорит, у вас термоточка, не могу дозвониться ни до руководителя предприятия, ни до главы, то есть, и тогда ты начинаешь уже поднимать, не просто, если по какой-то причине связь отсутствует, ты начинаешь поднимать буквально тех, кого знаешь, чтобы дошли, нашли, и как главы в 3 часа ночи, да, и выезжают, и все, и... То есть, это вот эта работа примерно, если работать, или, например, да, даже сейчас, общаясь с Наталью, воспринимаю, это тоже как вот все там где-то на котельной какой-то, либо порыв с водой, то есть, это практически ты уже потом не можешь, да, спокойно себя чувствовать, пока проблема не будет решена, либо какой-то ДТП на дороге, даже вроде это федеральная трасса, но ты понимаешь, что это твоя зона ответственности, потому что, может, людям нужна там помощь реальная сейчас, и ты, имея какие-то способности организаторские, возможности, потому что этого... Вот я считаю, так надо работать, быть постоянно, потому что у нас тоже тут с ГИБДД так получалось, что я в районе в те годы, вот два ДТП серьезных там, со смертельным, оказывалось раньше, ну, в силу того, что я по району, да, ищу, и даже ГИБДД, говорю, ну, как успеваете раньше нас, ну, просто в этот момент там оказывается, то есть, пока эти моменты не решаются, да, и ты не можешь себя чувствовать спокойно, это очень большая, на самом деле, нагрузка, если, вот, Натальяна говорит, подрядчики, мы же здесь не говорим о том, что с подрядчиками бывает, доходишь до такого белого, да, коления, что они готовы не то, что просто тебя, наверное, куда-то, ну, сказать, что ты их достал, ну, вот такое чувство, что накаляются страсти, вот еще какое-то мгновение вспыхнет та искра, когда подрядчики тебя бросят, либо ты будешь готов даже отдать эти деньги, но ты понимаешь, что так быть не должно, и вот это говорит о том, что вот человек, который идет на главу, он должен понимать, что он должен работать, если он это на себя принимает, 24 часа в сутки, но сегодня кто-то это готов, и я тут понимаю Наталью Юрьевну, что она бы смогла, и у нее есть, соответственно, все, ну, наверное, есть какие-то другие вещи, которые для нее неприемлемы, что для меня это. Ну, а кроме Натальи Юрьевны, вот как вы думаете, по вашему мнению, есть ли еще здесь на территории вот такой готовый глава? Я думаю, есть, я же сказала, что я думаю, есть, и именно на территории района, это, наверное, такая у нас немножко в районе болезнь, да, что мы хотим, чтобы все-таки человек был связан с районом быть, потому что знал его, хорошо понимал район, вот это для нас это важно, и сохранил вот эту вот команду и глав поселений, и здесь работающих, потому что, ну, мы видим, что эти люди, которые могут работать, выполнять то, что необходимо, это тоже важно, чтобы вот прийти, все это сохранить, и те традиции, которые есть вообще в Назаровском районе, уже десятилетиями сложены. То есть, по имприятникам вы все-таки видите жителя Назаровского района? Да, мне бы хотелось, чтобы человек был связан с Назаровским районом. Я не говорю, что это может быть житель города, но у нас жители города и района настолько сегодня переплились, жители района работают в городе, жители города работают в районе, мы уже настолько тесно здесь, много общих структур, да, у нас как полиция, прокуратура, налоговая, то есть вот все равно, чтобы человек был связан как-то с территорией. Продолжение следует...